Здравствуйте, уважаемые зрители, это программа «Открытый эфир», я Владимир Банчиков, и мы сейчас на легендарной сцене Бурятской государственной филармонии. А мы сегодняшние собеседники, министр культуры республики Тимур Камбажапович Цибико, и художественный руководитель Бурятской государственной филармонии Наталья Владимировна Уланова. Здравствуйте. Ну, поскольку мы здесь все уже, наверное, поняли, что речь пойдет о фестивальной Бурятии, вот так вот, в широком самом смысле этого слова, что это подразумевает? В последнее время мы очень много внимания уделяем фестивальному движению и считаем, что это один из таких важных очень маркетинговых подходов к продвижению деятельности театрально-концертных учреждений. Сегодня фестиваль позволяет в условиях ограниченности финансовых ресурсов сконцентрировать внимание зрительской аудитории для того, чтобы как можно большее количество людей, самая широкая аудитория могла приобщиться к тем событиям, которые происходят в наших театрально-концертных учреждениях. Безусловно, фестивали сегодня являются самой выигрышной формой, потому что они позволяют нам, еще раз повторюсь, сэкономить ресурсы, запустить полноценную рекламную кампанию для того, чтобы привлечь внимание аудиторию. Сегодня мы находимся в таких жестких условиях конкуренции со всеми остальными средствами, скажем так, развлечения или вовлечения людей в некую такую культурную составляющую. Безусловно, мы сегодня очень жестко конкурируем с телевидением. Появилось очень много разных проектов. Звезды у нас и на коньках катаются, и танцуют, и в воздухе летают, все что угодно только делают. И это продукт, который сегодня очень высокого качества, который люди с удовольствием большим смотрят по телевидению. Сегодня у нас конкуренцию очень мощную составляет в том числе и средство новой появившейся интернет. Сегодня можно очень многое увидеть и услышать в интернете. Для этого не обязательно куда-то идти. И социологи отмечают такую тенденцию очень важную, которая называется домашивление досуга. Когда люди большую часть времени своего свободного проводят дома, у экрана телевизора или за монитором своего компьютера. Мы же в нашей деятельности, Министерство культуры и наших подведомственных учреждений, создаем настоящий живой продукт. Это либо игра актеров на сцене, либо это исполнители-музыканты, которые выступают на сцене филармонии. И это гораздо более сложная задача. Безусловно, сегодня внимание зрителя в таком виде широком рассеивается. И для того, чтобы привлечь людей, мы и создаем фестивали. Я уверен, что фестивали – это очень хорошая основа для деятельности. И более того, хорошая основа для продвижения дальнейшего их развития. Я бы хотела еще добавить, что фестиваль – это хороший путь для развития событийного туризма. Благодаря как раз таким фестивалям, как «Голос кочевников», это как раз фестиваль, ориентированный на событийный туризм. Или Байкальский рождественский фестиваль, чтобы гости республики и туристы, которые сюда приезжают, им было чем заняться, приятно провести время. И они, конечно, способствуют развитию региона и формированию его имиджа. И вот как раз хочу сказать, что благодаря именно фестивалям нас заметили в контексте вообще концерта и организации нашей страны. И пригласили Бурятскую государственную филармонию принять участие в выставке и международной конференции в Сочи. Буквально на следующей неделе она состоится. Это где мы будем как раз представлять все фестивали, ключевые три фестиваля Бурятской государственной филармонии. И прямо стенд будет называться «Фестиваль Бурятии». Вот новый проект, который вы запускаете, это, я насколько знаю, новый проект классика на Байкале «Музыка без границ». И вот это что? И чем он отличается от Рождественского фестиваля? Мы сегодня очень благодарны тому, что Министерство культуры Российской Федерации стало больше внимания обращать на регионы. И на те события, которые происходят в регионах. Именно в этих целях в конце прошлого года Федеральное министерство объявило конкурсы грантов для музыкальных организаций. Мы постарались привлечь внимание именно к филармониям, музыкальным организациям. И наша филармония приняла участие в этом конкурсе, стала победителем гранта. И представила на этот конкурс проект классика на Байкале «Музыка без границ». Собственно говоря, можно говорить о том, что уже с самого начала года идет серия концертов в рамках этого большого музыкального проекта. Но основной его акцент падает на месяц март, когда максимальное количество уникальных концертов пройдет на сцене Бурятской государственной филармонии и в залах наших театров. Нужно сказать, что этот проект, он, наверное, как бы, скажем так, подчеркивает и говорит о том, что на федеральном уровне, в том числе, вот о чем Наталья Владимировна говорила, о том, что заметили те фестивали, которые происходят у нас в республике, заметили новый подход к работе со зрительской аудиторией, заметили, что сегодня очень много интересных событий здесь происходит, и нам решили помочь в этом смысле. И поэтому программу, которая сверстала, собственно говоря, филармония на сегодняшний день, она, по сути дела, уникальна. Повторится ли она в следующий раз, сложно сказать, потому что, как вы правильно заметили, для организации фестиваля требуются определенные денежные средства. Мы рады тому, что сегодня эти средства есть, и у жителей Бурятии появляется уникальная возможность увидеть и услышать исполнителей, которых они, ну, вряд ли бы, наверное, когда-нибудь услышали в нашем городе. Спасибо, Тимур Павлович. У меня вот отдельный вопрос к Наталье Владимировне за время нашего с вами общения долгого и, надеюсь, плодотворного, взаимно. А я знаю, что вы сторонник таких необычных подходов, в том числе и необычной музыки. Вот как простые зрители реагируют на ваши новаторские идеи в смысле приглашения таких вот музыкантов, которые, ну, такую музыку играют, которая не всем понятна? Я считаю, что наша основная задача просветительская. Мы должны открывать людям новую музыку, новые имена, новые формы. И в этом, наверное, самый такой драйв даже есть, потому что ты даешь человеку возможность открыть мир здесь, не выходя, не уезжая из Улан-Удэ. И я не скажу, что, допустим, классика на Байкале проект – это слишком экспериментальный проект. То есть это концепция, собственно, вот этого гранта состоит в том, что мы даем возможность, составляем программу концертов, которые сочетают в себе этнический компонент и академическую музыку. А, ну, например, монгольский симфонический оркестр, который исполняет музыку монгольского народного какого-нибудь там композитора, да? Или же, например, музыка барокко итальянского. Это тоже этника есть и академическая составляющая. В этом уникальность, да? В этом уникальность, но это классика, классика на Байкале, но в то же время без границ. То есть это достаточно широкий диапазон. И самое главное, каким бы экспериментом ни уходили, в авангард или какой-нибудь модернизм, или наоборот, аутентичное исполнение барочной или старинной музыки эпохи Возрождения, дело в том, что все это должно быть на очень высоком уровне. И исполнительском, и вокальном, и программном, скажем так. Ну и зрители должны быть готовы? Зрители уже у нас подготовились. То есть для нас важно, вот зритель приходит, который первый раз в зал филармонии, вот представим, что он никогда не был. Он первый раз пришел, не дай бог он разочаруется. Не дай бог он... и я не боюсь, что он чего-то не поймет. Для меня важны те эмоции, которые он почувствует. Чтобы ему понравилось, чтобы он влюбился в это, чтобы он испытал какие-то чувства. И в следующий раз он захочет их испытать вновь. И тут не нужно понимать или не понимать, это аж заблуждение вообще. Здесь важно просто испытать восторг. Вот наша основная цель. Вот из тех имен, которые представлены на этом фестивале, на грядущем марте месяце, есть мировые имена, такие там, как Терем-квартет, да, Вероника Джоева, Евгения Бургойна. Как они сюда едут к нам? С каким настроением, с каким чувством? Мне кажется... Бургойна уже была здесь, да? Все остальные едут в первый раз. Мне кажется, артисту-профессионалу всегда интересно увидеть, услышать новую аудиторию. И, конечно, артист всегда заинтересован в, скажем так, расширении своей популярности и признании в мире своего таланта. Конечно, прекрасно, что в афише этого, скажем так, барочного марта, который представлен в рамках этого фестиваля, очень много музыки барокко, и Вероника Джоева исполнит уникальную программу сопровождения Камерного оркестра Новосибирской филармонии. Это, конечно, в любом случае стремление увидеть новых людей, услышать новых людей. Артист устроен таким образом, что громкие аплодисменты, восхищенные взгляды, они создают жизнь артиста. И, безусловно, не обходится без финансовых затрат, потому что в любом случае необходимо платить гонорар. И еще раз скажу спасибо в этом смысле Федеральному министерству за то, что сегодня такая возможность там уникально предоставлена в рамках реализации этого гранта. Ну, а что касается исполнителей, которые приезжают во второй раз, то, конечно, они всегда отмечают очень, скажем так, дружелюбную и очень хорошую атмосферу, которая здесь складывается. Люди подчеркивают тот очень тесный контакт, который возникает между публикой и между артистом-музыкантом. Нужно сказать, вы говорили, вот сейчас задавали свой вопрос о том, каким образом зритель, слушатель первый раз приходит и как сделать так, чтобы он остался. У нас есть очень хорошая такая широкая, я бы сказал, прослойка людей, слушателей, которые являются неизменными слушателями, зрителями. И они, по сути, являются такими агентами влияния. Они сегодня видят, что очень много хорошей музыки сегодня появилось. Нам действительно удалось реформировать деятельность Бурецкой государственной филармонии. И сегодня люди уже привыкли, люди уже ждут, люди находятся в ожидании, люди хотят увидеть, услышать что-то новое, что-то интересное. Конечно, просветительская миссия – это основная задача вообще филармонической деятельности как таковой и вообще деятельности учреждений культуры. Поэтому эта миссия очень приятная, когда ты имеешь возможность показывать людям, учить людей и задавать определенный тон. И люди очень чутко это чувствуют и воспринимают. И сегодня мы вот это обратное движение очень хорошо для себя ощущаем. Поэтому, может быть, с таким рвением и бросаемся в бой, так сказать, да, и придумываем новые проекты для того, чтобы радовать наших людей. Вот именно придумываем новые проекты. Хочу здесь просто поставить акцент на чем? Что вот в рамках даже классики на Байкале, ведь не все концерты, далеко не все музыканты едут к нам с готовой программой, да. То есть они находятся в туре и, как это часто бывает в репертуарных концертах. Это концерты, которые формируем именно мы. То есть мы заказываем, грубо говоря, музыку. То есть мы хотим этого артиста, мы хотим эту программу. Нет, но дело не в этом, а в том, что это же тоже творчество, да. Вот, допустим, концерт, который «Голоса ангелов», который будет завершать барочный март, это продукт, который сформирован только в Улан-Удэ. Только в Улан-Удэ именно 31 марта можно увидеть эту программу, этот концерт, сочетание оркестра «Протум интегрум» певицы Бургойны, Евгений Бургойн и Натальи Кирилловой, солистки Пермского театра. То есть нигде в мире вы больше такое сочетание не увидите. У нас будет премьера. И программу, которую они сейчас обсуждают, готовят и с оркестром, и со мной, это тоже уникальное. И вот это меня лично просто распирает гордость, что вот этот проект случится, именно премьера состоится именно у нас. То есть мы не берем готового исполнителя с его готовой программой, а пытаемся создать здесь что-то свое. Вот впервые съедутся три коллектива, они сейчас списываются, активно обсуждают, готовят программу. И только здесь ее в Оланды представят, и уже никогда в другом месте ее представить не смогут, потому что они разъедутся каждый по своим домам, по своим квартирам, по своим театрам или филармониям. И снова создать этот продукт будет сложно. Вот в этом и уникальность. Диургом Бажаповичем, Наталья Владимировна, сколько ее времени нужно, чтобы вот эту программу сделать? Собраться в три коллектива, коллектив исполнитель? Ну, конечно, все они профессионалы. Каждая певица в репертуаре имеет свои арии. То есть я люблю какие-то арии, и, допустим, вот, там, предлагаем, хотелось бы вот это услышать. Вот Кириллову, допустим, я увидела в Петербурге, в Михайловском театре, где первым показывала «Так поступают все женщины» Моцарта, Казиф Антутти, да? Она исполняла главную партию Фердлиджи. Настолько она меня поразила, просто покорила вот своим голосом, артистическим мастерством, что я не могла, у меня тут же вот, я думаю, ее надо пригласить. Но как, опять же, пригласить, она же не будет весь концерт сольно делать, нужно же дуэты, да, вот, показать в этой же опере. И тут я вспоминаю про Евгению Бургойну, которая тоже в репертуаре, у нее есть Моцарт. То есть и уже возникает идея. «Pratum Integrum» – ансамбль, единственный, наверное, и номер один сейчас в России, который играет на старинных инструментах. Аутентичный, ну, музыка, аутентичное исполнение барочной музыки. То есть это жильные струны, это барочные инструменты, вся палитра барочных инструментов, и струнные, и духовые, и ударные. И вот этот коллектив, естественно, тоже знает, что такое и Гендель, что такое Вивальди, ну, и Моцарт, хотя это уже не барокко, но тем не менее. И они сейчас работают дистанционно, но перед нашим концертом они встретятся в Москве, они будут репетировать буквально несколько дней, и потом приедут сюда тоже репетиции один день, и на следующий день концерт. А как в вашу вот эту барочную программу, каким образом вписывается Терриум квартет? Ну, это же классика на Байкале, музыка без границ. Кстати, вот два концерта этнических, которые будут у нас с Агалган, это группа Хартыгайст, Ивы и Айрхан из Якутии, это тоже в эту программу входит. То есть это сочетание... Кстати, Терриум квартет вас напрасно удивляет, то, что они в этой программе, потому что инструменты народные, но музыку-то они будут играть классическую, то есть это Чайковский, например, и в исполнении народных инструментов. И они будут играть и пьяцолу, они будут играть и множество других известных музык разных, скажем так. То есть это вот постоянный синтез, это разрушение каких-то стереотипов, хотя для многих это уже давно не новаторство, это уже... Это классика уже давно. Классика, да. И проблема, о которой мы говорим, о том, что не так часто в нашем городе можно услышать ту музыку. И в чем и состоит уникальность проектов, которые реализуются сегодня в эти дни, в том, что это уникальные события. Каждый приезд того или иного музыканта, если это профессионал с большой буквы, если это действительно артист мирового уровня, то это становится для нас событием. И житель города Улан-Удэ, житель нашей республики, должен, конечно, максимально стремиться посетить, увидеть, услышать те события, которые мы предлагаем сделать. Почему мы говорим вообще об этом? Потому что наша программа действий, которую Министерство культуры внедряет уже на протяжении шести лет, она прям так и называется «Бурятия. Пространство впечатлений». И мы акценты всегда говорим о том, что пространство впечатлений для тех людей, которые сюда приезжают и хотят увидеть какой-то этнический продукт, скажем, хотят увидеть многообразие культуры Бурятии, они все это могут сделать люди. И самое главное, что «Бурятия. Пространство впечатлений» — это пространство впечатлений для людей, которые здесь живут. Почему сегодня мы на протяжении многих лет говорим о том, что молодежь уезжает из Бурятии, не хотят здесь жить, хотят жить в других городах? Потому что все вот это многообразие, которое сейчас мы здесь предлагаем на протяжении нескольких лет, люди это могут спокойно получить именно в других городах, в больших столичных городах. Наша задача сегодня состоит в том, чтобы представить многообразие культуры, музыки, искусства здесь, в Лан-Удэ, для людей, которые здесь живут. Чтобы у них не было стремления и желания уехать в Москву или в Петербург, потому что там они могут пойти в Мариинский театр и увидеть, услышать Веронику Джоеву, или в Москву в Большом театре. Для этого не нужно уезжать. Нужно работать здесь. Пожалуйста, мы сделаем все возможное для того, чтобы Вероника Джоева, победительница проекта «Большая опера», приехала и в сопровождении Камерного оркестра Новосибирской филармонии дала концерт здесь, в Лан-Удэ. И эту деятельность мы продолжаем на протяжении нескольких последних лет. И буквально еще совсем недавно, 5-6 лет назад, у нас было 20-летие или 30-летие, когда, в принципе, допустим, оркестры вообще не приезжали в Бурятию. Сегодня мы уже избаловали, может быть, в определенном смысле слушателей, зрителей, тем, что концерты оркестров теперь у нас становятся нормой. Сегодня один, завтра другой, да, и имя с каждым разом все громче, известнее и так далее. И вот уже пошла, по-моему, информационная кампания в рамках фестиваля Пицциката и проекта «Классика на Байкале». Приезжает еще один оркестр солистов Москвы под управлением Юрия Башмета. И это тоже будет большим событием. И вот эту нашу задачу, конечно, мы все очень четко должны понимать, что мы работаем для людей, и, конечно, мы, я еще раз подчеркну, что мы чувствуем внимание, и что люди видят и постоянно после концертов подходят и говорят спасибо. Вот, честно говоря, ничего приятнее, чем вот когда простой слушатель подходит после концерта, совершенно незнакомый человек подходит и говорит спасибо большое, что вы это сделали. И это действительно самая главная похвала за ту работу, которая происходит. Но я абсолютно уверен, что без вот этого многообразия, без этой работы и без появления таких уникальных явлений жизнь меняться в республике не будет. Культурная среда, платформа, которая есть, она должна быть адекватной. Я в прошлом году в рамках Года культуры встречался со школьниками, старшеклассниками, и задал им вопрос, сколько из вас, там было три, по-моему, или четыре старших классов, кто из вас собирается уехать учиться в другой город, в Москву или в Петербург, или за границу? Вы знаете, это лес рук был. Вот лес рук. На вопрос, а кто из вас потом собирается вернуться сюда, в Бурятию, после того, как вы выучитесь? Одна девочка спросила, что вы имеете в виду навсегда? То есть у людей совершенно неправильное у детей сегодня восприятие того, что жизнь, в принципе, предоставляет им возможности здесь уже потом. И я сказал ребятам, конечно, безусловно, надо ехать учиться. Если у вас есть возможности, знания, интеллект, помощь родителей, нужно поехать отучиться, получить небольшой профессиональный опыт и возвращаться здесь, работать в Бурятии. А мы постараемся создать для вас ту среду культурную, которая существует в других городах, чтобы вы не чувствовали себя в чем-либо ущемленном. Вот этот замечательный посыл, абсолютно правильный, абсолютно такой, стопроцентно поддерживаемый всеми патриотами нашей республики, я в этом абсолютно уверен. Но я не могу не задать вопрос вам. Это все-таки посещаемость наших концертно-театральных залов. В целом у нас очень хорошие показатели, из года в год показатель растет. Порядка, мы совсем недавно отчитывались, порядка 467 тысяч человек у нас в прошлом году посетили театрально-концертные учреждения. То есть можно говорить о том, что каждый второй житель Бурятии хотя бы один раз побывал в театре или на концерте в филармонии или в государственном цирке. Где-то он у нас бывает, иногда проседает в зависимости от месяца к месяцу от одного учреждения к другому, но в целом очень показатель, он у нас уверенно есть, является стабильным и показывает рост. Я думаю, что это связано с тем, что сегодня, конечно, наши учреждения еще и помимо того, что они представляют свой уникальный продукт, они сегодня еще очень много внимания уделяют вот такими просветительским программами и очень активно работают сегодня со зрителем. Учреждения пытаются создавать свои клубы по интересам для того, чтобы привлекать свою аудиторию. Сегодня появилось очень много возможностей маркетинговых, стратегий выстраивания, и все это дает очень хороший результат. Еще раз подчеркну, что мы чувствуем обратную реакцию общества, зрителей и интерес к нашим учреждениям. А вот районы республики как-то, мы сейчас чуть-чуть абстрагируемся в фестивале, понятно, что фестиваль там не поедет в какой-то небольшой поселок, да? Что делает Министерство культуры и филармонии, в частности, для того, чтобы в районах вопросы этим поднимались? Ну, вот, кстати, теперь у нас в этом году, в 2014 году, появился молодежный камерный оркестр Бурятии. И дирижер Владимир Раткаченко, теперь сотрудник Бурятской государственной филармонии, солист и дирижер. И вот мы как раз у нас в планах, чтобы именно этот оркестр, который, я считаю, на сегодняшний день за год своего существования, просто достиг каких-то очень хороших результатов, и мы отправим их в гастрольный тур по республике Бурятия. У нас есть такие планы. Ну, а вообще, конечно, очень много мы сегодня внимания уделяем гастрольной карте. Сегодня мы в рамках параметров государственного задания всем нашим учреждениям прописываем необходимый перечень тех мероприятий, которые они должны провести в муниципальных районах. Мы поддерживаем наши, безусловно, это тоже требует определенных финансовых вложений. Я хочу сказать, что и главы муниципальных образований активно откликаются на просьбу нашу помочь в организации гастролей. Мы предоставляем государственную поддержку нашим театрам в рамках грантов, которые также предоставляем для реализации различных творческих проектов. И, собственно говоря, вот в рамках прошедшего года культуры мы эту деятельность наиболее активным образом таким высветили. И более 40 гастрольных выездов состоялось наших театров в муниципальные районы. А еще нужно сказать, что мы активизировали деятельность наших республиканских библиотек и музеев. Мы сегодня развернули большое количество передвижных выставок, которые из фондов наших музеев республиканских выезжают в районы. Мы там эти выставки открываем, показываем. Это в том числе способствует и такому взаимному обогащению, когда сотрудники, профессиональное сообщество может тоже друг с другом активно общаться. То есть все усилия для этого прикладываем. Ну и что радует, это то, что у нас люди очень добрые. И педагоги, которые с детьми занимаются, они такие энтузиасты своего дела. И это же было такое для нас огромное удивление, когда дети из Баргузинской детской школы искусств с педагогом вместе приезжают специально для того, чтобы посетить концерты Владимира Спивакова. И у нас есть возможность либо там дешевые билеты для них сделать, либо посадить на сцену деток для того, чтобы дети, которым это действительно интересно, если педагог, который с ними занимается, он действительно хочет вовлечь детей в этот уникальный мир музыки и искусства, то мы для этого готовы приложить усилия тоже, чтобы эта возможность была. Замечательно. К сожалению, время нашей программы подходит к концу, и я по традиции представляю вам слово с вашими пожеланиями, поздравлениями. Все-таки праздник Белого Месяца. Пожалуйста, Тимур Дубажа Община, чем мы с вас? С большим удовольствием я поздравляю всех жителей Республики Бурятия с наступающим праздником Белого Месяца, с Агалганом. Всем хочется пожелать счастья, здоровья, любви и удачи, и, конечно, удивительных приключений в мир музыки. Праздник у вас. Наталья Владимировна. Дорогие наши зрители, наши замечательные гости нашей Бурятии, я тоже вас поздравляю от имени Бурятской государственной филармонии с праздником, хочу вам пожелать любви, и мы очень рады видеть вас в нашем концертном зале, мы вас всегда ждем, и здесь, я уверена, вы увидите и услышите то, что вас восхитит, поразит и даст вам силы жить дальше. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Открытый эфир» на Первом альтернативном, и мы были в гостях в замечательных стенах Бурятской государственной филармонии. Моими собеседниками сегодня были министр культуры Республики Тимур Камбажарович Цыпиков и художественный руководитель Бурятской государственной филармонии Наталья Владимировна Уланова. Я Владимир Ванчиков. Прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся.